И здравствуйте дорогие потребители контента сомнительного качества, который производят люди, которые не вполне профессионально подготовлены к производству данного контента. Я всегда рад видеть всех, кто здесь присутствует и также тех, кто здесь отсутствует. Их я вижу в своих галлюциногенных фантазиях. А спонсором данного видео является Здравый смысл. Здравый смысл – лучший способ испортить себе настроение, наблюдая за мирозданием. Переходя на чуть более серьезную нотку, сегодня будет такой серьезный-серьезный выпуск, посвященный такой замечательной штуке, как интеграция C++ в наши с вами няшные блюпринтики. Ну, в данном случае мы поговорим про чуть более комплексную фишечку, а именно мы сделаем C++ основанного актера. Зачем вообще вылезает потребность или необходимость использовать плюсы? Ну, грубо говоря, если у вас есть какая-нибудь сложная математическая траля-ля, которая происходит в вашей игре и надо ее как-то обсчитывать, например, там сложная функция движения какого-то объекта или просто какие-нибудь неудобные циклические итерационные процессы, в блюпринтах они превращаются в кучу макарон, которые ляпнулись на пол и все перепутано, и нифига не понятно, как это все читать. И, соответственно, некоторые вещи гораздо удобнее делать на плюсах. И, насколько я понимаю, примерно этот же подход стимулирует сами эпики, давая возможность создавать плюсовые библиотеки функций, актеров, кучу разных типов объектов, а потом на них наверх навешивать блюпринтовые вещи. То есть то, что просто делать в блюпринтах, лучше делать в блюпринтах, то, что просто делать в коде, то лучше делать в коде. Ну, естественно, для того, чтобы кодить на C++, надо знать хотя бы базовые вещи про C++, поэтому, наверное, этот ролик не сильно поможет тем, кто на C++ кодить не может. Но, с другой стороны, те, кто может, но не знает, каким образом это работает в Unreal, наверное, это будет немножечко полезно или интересно, потому что, хотя есть все туториалы на официальном сайте эпиков, все-таки немножечко вкурить в базовые вещи довольно сложно, и я попытаюсь изложить это более-менее системно. При этом не вдаваясь ни в какие безумные подробности и тонкости, благо я сам многих этих подробностей и тонкостей, естественно, не знаю, поскольку мой профессионализм, ну, буквально зашкаливает в нездоровые пределы. Значит, мы будем делать плавающую платформу. Значит, обычный объект плавающая платформа, вот такая вот ледцедулька, будет гордо летать по траектории, которая определяется набором точек. Набор точек, ну, квази бесконечный, это массив. Да, и вот в рамках этого массива платформа летает. На каждой точке платформа останавливается на заданное время. Мы сделаем, чтобы это время было одинаковым для всех точек, но на практике, конечно, нет ничего сложного или замороченного, чтобы сделать эту систему универсальной и задать еще один, грубо говоря, массив, и каждый элемент этого массива соответствует точке и говорит, что на этой точке стоим 2 секунды, на этой полсекунды, на этой 5 секунд. Это не принципиально, на этой вообще не стоим, например. Вот. Как мы видим, блюпринт нашего объекта очень сложный. Вот тут много всего происходит, видите, столько всяких сарделек ползает. Почему? Потому что у этого объекта есть родительский плюсовый класс float platform. Каким образом создаются плюсовые классы? Очень просто. Мы выбираем add new, и здесь у нас есть пункт new C++ класс. Здесь мы выбираем тип актера, или пустой, или персонаж. Ну, здесь, по сути, мы выбираем шаблон, который мы будем наполнять. Это может быть что угодно. Но в данном случае мы создаем актера. Поэтому выбираем actor. Здесь указываем текст. Ну, например, float platv02. Ну, это не принципиально, это ваше название. И, соответственно, путь к исходникам нашей игры. По умолчанию это source папка. Вот почему нет. И, соответственно, наименование наших cpp файла с кодом. И h header файла. Ну, я создавать этот объект не буду. Дальше, когда мы нажмем на кнопку create class, появляется объект класса в папочке нашей. И запускается Visual Studio. Соответственно, вот здесь вот у нас есть папочка C++ classes. И наш уже созданный класс float platform. Заметим, что для того, чтобы что-то, в принципе, делать, необходимо должным образом подготовить Visual Studio. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно запустить Visual Studio Installer. На моей системе это будет быстро. Он, в принципе, не быстрый. Но на моей системе он будет особенно не быстрым. Это вот такая вот цедулинка. Собственно говоря, она же запускается, когда вы впервые устанавливаете Visual Studio. И при первой установке это можно сразу сделать. Если вы имеете установленную в Visual Studio, но нет установленных необходимых компонентов для работы с Unreal Engine, ну, это второй вопрос. Соответственно, заходим в данном случае в кнопку изменить. При первой установке этого делать, насколько я помню, не надо. Хотя нет, все равно надо. Там можно довыбрать компоненты. Ну, принцип ровно тот же. Опять-таки, он курит бамбук. Да, это занимает больше времени, чем ожидалось. Замечательно. И здесь мы выбираем модули, грубо говоря, которые мы хотим поставить. И нас интересует модуль разработка игр на языке C++, куда включены компоненты, необходимые для, собственно говоря, создания игр на Unreal Engine. Обязательно удостоверимся, что стоит галочка «Установщик Unreal Engine». Потому что без него тоже никуда. Можно еще добавить вот эту галочку «Поддержка Visual Studio Android для Unreal Engine». Но это как раз не обязательно, можно это сделать обходным путем. Но об этом мы говорить сейчас не будем. Точнее, не обходным путем, а путем, который предлагают сами Epic Games. Потому что это, в принципе, наверное, даже надежнее. Значит, там нажали «Установить». Оно установилось. Только после этого произойдет взаимоинтеграция редактора и Visual Studio. И когда мы щелкнем два раза по этому объекту, мы увидим два файлика. Файлик CPP и файлик H. Начнем, собственно, с хедера. И сразу отмечу, что в описании есть ссылочки. В ссылочках указано, где можно текст этих файликов просмотреть самостоятельно. Значит, что у нас здесь происходит? Опять-таки, исходим из того, что вы знаете основные базовые вещи по синтаксису C++. Как этот язык себя ведет, как примерно с ним работать, что такое функция, что такое класс. Потому что, грубо говоря, это было бы отдельное, очень-очень длинное видео. И я не уверен, что я квалифицирован в достаточной степени, чтобы подробно и качественно изложить основы программирования на C++. Все-таки это довольно-таки язык свой под вывертом. И многих вещей, и многих тонкостей, включая важные вещи, я могу не знать. Соответственно, но при этом Unreal Engine наворачивает на него несколько своих мулек. Ну, помимо естественной, обязательно существующей библиотеки, функции языка, которая, по сути, воплощает Unreal Engine API, да, существует еще и набор мета-объектов, которые добавляет движок. Это вот всякие записи типа U-Class, да, API, вот эта вот запись Generated Body, куда, по сути, впихивается затем блок сгенерированного стороннего кода, когда сам уже движок формирует конечный проект. И вот эти вот записи U-Property. Помимо, собственно, U-Property, есть еще и U-Function, U-Struct, и еще несколько всяких U-интересных мета-объектов, которые, все они служат одной цели. Они интегрируют вот эту вот колбасу с вот этой вот колбасой, или, грубо говоря, вот эту котлету с этим куском хлеба, образуя взаимосвязанную систему, позволяя вашему модулю, написанному на C++, передавать данные эффективно в редактор. Вот эти вот объекты U-Property, да, в скобочках здесь прописываются флажки, которые показывают, каким образом этот объект интерпретируется. Самый простой и удобный флажок — это Edit Anywhere. Это означает, что вот это свойство, оно открыто для редактора в полном объеме. На него можно ссылаться из блюпринта, из панели свойств, везде, откуда можно добраться до переменной, до этой переменной можно добраться. И, естественно, у нас есть класс AfloatPlatform. Это публичный актер, например, Арнольд Шварценеггер. И есть публичное объявление, собственно говоря, самого объекта. Дальше идет защищенный блок и еще один публичный блок. В публичный блок мы высунули тик и успокоились. То есть все остальное идет под защиту. Почему? Потому что иначе объекты одного класса начнут друг у друга реплицировать свойства, реплицировать переменные, и начинается полный бардак. Я это пронаблюдал. И, соответственно, здесь мы объявляем две наших функции. Эта функция для нас создается заранее. Это обычный BeginPlay, мы с ним знакомы по блюпринтам. У нас будет функция... У нас не будет этой функции, мы это поместили в тик. Да, это немножечко устаревший материал. Ну ладно, 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 пусть будет. В общем, у нас есть защищенная функция MovePlat, в которой мы не пользуемся. И у нас есть защищенная функция DevDepost, которая нам не нужна. По-моему, это отличный начал. Что нам реально нужно, это вот эти вот переменные. Значит, это наши свойства. Эти свойства отвечают за поведение нашей платформы. Это скорость движения между точками. Это счетчик количества точек. Опять-таки, мы лентяи. И мы не автоматизируем этот процесс. Пользователь должен сам указать, сколько точек входит в состав его подвижной платформы. Это указатель времени стоялого на точке. И, наконец, последний компонент. Это наш массив точек, реализованный в виде T-TRA. Объект F-Vector. Это обычный вектор в плюпринтах. Он, как вы помните, желтенький. Плюс наши основные переменные. Вектор S-POS. Это наше стартовое положение между двумя точками. Вектор C-POS. Это наш вектор текущего местоположения. Вот эта точка, где платформа находится сейчас. T-POS. Это та точка, в которую платформа должна приехать. K. Это вектор коэффициентов сдвига платформы. И, наконец, индексы точек. Текущий и следующий. По сути, они смещены на один относительно друг друга. И таймер, который будет вести отсчет времени для того, чтобы платформа могла постоять на одном месте. Ну и, опять-таки, объявление тика. Вкусности происходят, естественно, в CPP. Помимо, по умолчанию, включенного инклуда float platform h, мы добавляем вот эти два инклуда для того, чтобы мы могли выводить дебаглог. Опять-таки, это не обязательно. Если у вас все получается с первого раза и ничего отлаживать не надо, ну, тогда это не нужно. Значит, опять-таки, функции. Наш конструктор. Мы его не пользуем в нашем случае. Объявляется, что объект тикает, и все. Ссылки на родительский beginplay и родительский тик. Супер тик, супер beginplay. Ну, они остаются по жизни. Значит, здесь у нас в beginplay что происходит? Cpoint нулевая, стартовая точка 0. Tpoint первая, целевая точка первая. Далее мы определяем координаты точки cpos, да, наше текущее местоположение с помощью функции dev.tpos, у которой в качестве параметра используется cpoint. Вот эта функция в самом конце модуля. И все, что она делает, да, это возвращает элемент вектора points, элемент массива векторов points. Замечательно. А дальше мы, собственно говоря, говорим, народ, ну, естественно, ставим платформу куда положено. То есть вот она на старте в своем исходном положении стоит. Всегда в нулевой точке. spos ставится равным cpos, да, стартовая равна текущей, потому что мы стоим на старте. И, наконец, tpos, это dev.tpos, tpoint, да, целевая точка. Тоже определяем ее координаты по нашему массиву точек. После чего все веселое, естественно, происходит в тике. Опять-таки вызывается supertick, это одетическое. Мы вводим два коэффициента ckx, ckz. Они нам скоро понадобятся. Переуточняем cpos на каждой итерации нашего таймера. Да, это getActorLocation. На всякий случай. Мало ли что там происходит. Да, то есть мы всегда должны знать, где реально находится наша платформа. Далее, вектор дистанции. dv. tpos минус spos. Логично, да, узнали разницу между векторами, тем самым получив вектор, который их связывает. И узнали длину этого вектора dst с помощью функции fVectorSize. Она вызывается как вот вектор точка size. Естественно, включена в класс fVector, поэтому мы к нему обращаемся. В принципе, это число не обязательно брать по модулю. Ну, на всякий случай мы его берем. Мало ли какие выпады выверты выдаст считалка движка. Дальше вычисляем коэффициенты. Если цель находится по оси x дальше, чем мы, то, соответственно, мы идем в плюс по оси x. Вот наш ckx равен единице. В противном случае мы идем влево. Соответственно, ckx равен минус единице. Что это нам дает? Это гарантирует, что даже если по каким-то волшебным тормозам, глюкам, еще чему-то платформа пролетит целевую точку, она развернется и пойдет обратно. И x-овая компонента нашего вектора коэффициентов k равна отношению составляющей вектора направления x, помноженной на коэффициент и отнесенной к расстоянию. Если мы это выразим геометрически, это будет чертов косинус. Далее. Выводим отладочную информацию с помощью вот этой функции g-engine add on screen debug message. Тут много параметров. Можете загуглить, что эта функция делает. Единственное, на что я обращу внимание, это вот этот вот trux print, которая позволяет вам выводить элементы данных по старинке с помощью %d, %f и всего прочего. Вот этот вот макрос текст, он позволяет обрабатывать текст в пригодный для Unreal Engine формат. k-y у нас 0, потому что у нас нет оси y. И для z мы повторяем ровно, тютя в тютю те же действия, что мы делали для оси x. Поэтому разжевывать подробно этот фрагмент я не стану, это бессмысленно. И, наконец, мы приходим в движение. Если наш таймер меньше или равен 0, это значит, что отсчет стоялого не ведется. Соответственно, что мы делаем? k домножаем на скорость, домножаем на delta time и двигаемся в указанном направлении на вот это расстояние. Точно так же, как мы делали движение в blueprint. Только если в blueprint это была целая куча элементов, то здесь это одна строчка кода. В обратном случае мы уменьшаем таймер. То есть пока таймер не дойдет до нуля, мы его уменьшаем. Опять-таки, это еще одна вещь, которую мы нерегулярно делали в blueprint. Следующее действие. Мы должны понять, где мы должны остановиться. Для этого мы берем текущую позицию, вычитаем ее из целевой позиции, находим размер этого вектора, длину его. Сравниваем длину этого вектора с тем расстоянием, которое мы прошли за текущую итерацию. То есть скорость на delta time умножить на 2. Вот столько мы проехали. Тока в два раза больше. Что это значит? Это значит, что если точка находится в радиусе двух скоростей на время, то есть по сути на диаметре возможного смещения, то в таком случае мы считаем, что мы приехали на место. Это позволяет компенсировать потери за счет, опять-таки, например, проседания частоты кадров. Если это расстояние меньше, замечательно, значит мы добрались до следующей точки. Надо назначать очередную цель и надо назначать очередной старт. Соответственно, вызываем C point plus plus, T point plus plus. Сдвинули наши счетчики точек на единичку вперед. Если текущая точка больше, чем общее количество точек, которые задал пользователь, ну, опять-таки, традиционно, почему минус 1? Потому что индекса считаются с нуля, а общий счет, он всегда на единицу больше. Последний индекс, если у нас 10 точек, то индекс последней точки будет 9, а LPTS будет 10. Соответственно, LPTS минус 1. То в таком случае, то есть мы превысили общее количество, должны вернуться в начало. Соответственно, C point 0. Если целевая точка это сделала то же самое, то она становится 0. Поскольку целевая точка у нас всегда на единицу больше, то они вот так вот паровозиком друг за другом и будут тянуться всегда. Далее. C pos назначаем равным def t pos. Да, то есть C point. Соответственно, принудительно поместили нашу платформу на координаты точки. Это обеспечивает нам гарантию, опять-таки, что платформа всегда будет находиться в пределах заявленного ей набора точек. s pos назначили c pos. Да, мы только что транзакцию сделали. То есть теперь наша стартовая точка это текущая точка. И, наконец, t pos это следующая целевая точка. То есть мы только что всем манипуляции необходимы для того, чтобы эти параметры были правильными, провернули. Соответственно, наша цель работает. И, наконец, point timer. Мы приехали на точку, мы на точке должны постоять. Запускаем таймер отсчета. И, наконец, последнее действие. То есть вот это мы все обработали. Set actor location c pos. То есть если мы сместились, то ставится вот этот c pos. Если мы пришли в точку, то ставится вот этот c pos. И вот этот вот флажочек true, это означает, что мы свипаем. Опять-таки, вспоминаем, да, set actor location в блюпринтах. Там есть пачка параметров. Вот параметр второй, это свип. Свип значит, что наша платформа будет пихаться. То есть она будет материальной при своем смещении. Это для нас важно. И, наконец, выводим еще один блок отладочных данных. Это желтенький текст будет на экране. Дальше функция movePlatf. Она нам больше не нужна. Это тяжелое наследие предыдущего эксперимента. И я ее напрасно не удалил. Но склероз, склероз, склероз. И мало времени я записываю это видео уже в третий раз. Значит, DevT-Post мы уже разобрали. Вот весь код, который необходим для того, чтобы наша летающая платформа, собственно, летала. Далее. Когда мы сделали весь код, необходимо, что? Необходимо выполнить сборку. Сборка делается одним из двух способов. Либо через меню сборка в Visual Studio. Разрешем или собрать решение, или построить. Либо же идем сюда и жмем на кнопку Compile. Эти три действия, грубо говоря, равноценны. Итог будет один и тот же. Поскольку редактор взаимосвязан с Visual Studio, они видят друг друга, чем они там занимаются. Соответственно, редактор поймет, что произошла пересборка и обновит данные у себя. Или наоборот, если здесь произошла пересборка, используются ресурсы Visual Studio. Поэтому, соответственно, тоже все выполнится правильно. И давайте посмотрим, как... Нет, прежде чем это делать, посмотрим еще один важный момент. Мы сделали наш вот этот вот строковый класс. А откуда берется наша моделька там? Откуда, как она вообще собирается? Как настраивать параметры? Настраивать параметры довольно просто. В принципе, в теории, это можно было сделать вообще прямо в C++. Это возможно. Но мы сделаем проще. А здесь у нас есть папочка Blueprints. И... Ну, здесь уже есть наш объект. Я показываю, как создается новый. Добавляем Blueprint класс. И обычно мы бы еще шелкнули по актеру. Но по актеру значит, что мы не используем наработки нашего класса. Соответственно, ищем наше название float platform. Вот она. Когда мы на это дело нажимаем, появится аналог вот этой штучки. Единственное, что static мешать здесь не будет. Вот, соответственно, мы add component, нажмем static mesh и перетягиваем на origin. Все. Миссия выполнена. Класс готов. Остается настроить его параметры. Каким образом настраиваются параметры объекта класса? Ну, во-первых, опять-таки их можно настраивать здесь. Щелкаем по общему объекту корневому. И вот здесь вот у нас будет блок float platform, соответствующий нашему C++ классу. И здесь можно настраивать массив точек. Можно задавать скорость и прочие параметры. Или же мы вытягиваем объект на поверхность и настраиваем его здесь. Вот, например, эта платформа будет летать по треугольнику, по трем точкам. А эти две-два лифта противонаправленных, которые один будет ехать вверх, а второй одновременно будет ехать вниз. Давайте посмотрим, как это дело работает. Вот примерно так, без шума и пыли, можно создавать самые разнообразные объекты, используя при этом C++ код или элементы C++ кода в виде отдельных функций. В принципе, на этом, я думаю, на сегодня закончим. А следующее видео будет посвящено созданию таких няшечек, как боссы. И наработки для следующего видео находятся справа. Но мы туда не пойдем. Что ж, всем спасибо за внимание, кто дотянул до конца. И веселых выходных, потому что сегодня вторник. Всем хао!